Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из проповеднической Христоматии, слово 50-е о духовном светильнике. Светильник для тела есть око. Матфея 6, 22. Слова из ныне чтимого Евангелия, светильник тела, это наш ум. От тела зависит состояние души. Ум для души тоже, что глаз для тела. Каков ум, таковы все силы и действия души. Ум светил, здрав, благонастроен, имеет обо всем здравые понятия и убеждения, доброе влияние его на духовную жизнь и вообще на нравственное поведение. Отражается на сердце, на воле, на воображении, на совести, на всех внешних чувствах. В противном случае все будет не в порядке. Светлый ум истинного христианина смотрит на земные стяжания, как на благо скоротечные, непрочные, к ним не лежат его сердца. Он знает, что не только не унесет их на тот свет, но и в земной жизни может лишиться всего от разных случайностей. В приобретении земных благ он строго руководствуется совестью, опасаясь разбогатеть с обидою ближнему. Если течет к нему богатство, он благословляет Бога и старается употребить его в славу Божию, на дела благоугодные, взирая на себя, как на распорядителя собственности Божьей, порученной ему для распределения между ближними. Если же ему не удается обеспечить себя земными благами, или если нажитое богатство он теряет, то из-за сие благословляет Бога, благодушно переносит земные лишения и нужды. Главная цель его есть достижение теснейшего общения с Богом. В одном Боге полагает первое свое благо, знает, что нельзя в одно и то же время служить Богу и мамонии. Чувства его не рассеиваются впечатлениями при виде земных благ, он совершенно равнодушен к ним. Не так относится к земным стяжаниям тот, у кого светильник души ум, помрачен пристрастием к земным стяжаниям, кто имеет привратно понять о том, в чем состоит истинное благо. Почитая таковым благом обилие земных сокровищ, он все силы души направляет к стяжанию и умножению их. О Боге он забывает, рассуждая, были бы деньги, все будет. Обязанность Богопочтения не исполняет, в богомыслии, в молитве, в чтении Слова Божия не упражняется. Ни к чему подобному у него не лежит сердце, его вкус к духовным занятиям притуплен, где его сокровища, там его сердце. Он не почитает праздников, не соблюдает постов, не очищает душу покаянием и говением. Забыв Бога, он предается или скряжничеству, или сластолюбию и расточительности. Голосу совести и закону Божию он равнодушен. Обидеть ближнего с его целью поживиться на его счет он не стесняется. Совесть не упрягает его, таково же жалкое положение человека, у которого светильник ума погашен пристрастием к земным стяжаниям. Самый ум его одобряет все то, что требуется чувственностью. Все силы его употребляют на изобретение средств к ее удовлетворению. Предпочитает внушением совести голос самолюбия и самоугодия. Вместо того, чтобы быть светильником для всех сил и действий души, ум его сам погружен во тьму. Но если совесть, но если свет, то есть ум, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? То есть по отсутствию света, в самом источнике света, уме твоем, можно судить, сколько тьма в тебе, во всем твоем существе. Находящийся в этой тьме находится в опасности. Из области временной тьмы перейти в область тьмы вечной. Тогда духовный отчего откроется. Он ясно узрит то, чего в духовном ослеплении своем не замечал в здешней жизни. Наступит для него время раскаяния позднего и бесполезного. Береги, душа христианская, твой светильник, то есть ум. Просвещай его светом истины Христовой. Не помрачай пристрастием к земным благам. Изощряй его силу духовного рассуждения. И этой силой побеждай самоугодие и чувственные влечения. Если око твое духовное будет светло, то и все поведение твое, вся жизнь твоя будут светлые, правильные, богоугодные и спасительные. Аминь.